В Наринмаре обсудили реализацию проекта «Серебряное волонтерство». Заседание «Круглого стола» прошло в рамках основных мероприятий по проведению в Ненецком округе года добровольца. Люди высокого возраста сообща решали, какие добрые и нужные дела они могли бы реализовать, тем самым став полезными обществу. Движение «Серебряное волонтерство», которое объединило людей высокого возраста, еще совсем ребенок. Оно зародилось в Санкт-Петербурге в 2013 году, но за пять лет своего существования доказало свою востребованность. Как отмечают организаторы движения, это направление волонтерства позволяет людям вести активный образ жизни после выхода на заслуженный отдых. Ведь именно тогда появляется свободное время, в том числе и для общественных дел. Добровольчество вообще, в принципе, для наших соотечественников, для России, это движение, оно как бы неотъемлемо, оно наше родное, оно нам понятно и оно нам привычное. Если сравнить немножко о том, как развивается добровольчество в мире и у нас, я хотела бы вам привести некоторые факты. В демократических вообще государствах, а мы с вами тоже, наша страна относится к демократическому государству, институт добровольчества и волонтерства является одним из механизмов институтов демократического общества, поскольку он показывает о зрелости государства и нацеленности его на решение социальных проблем. Среди пожилых волонтеров немало тех, кто просто продолжает делать то, что делал всю жизнь, в то время как другая часть пенсионеров впервые находит время на безвозмездное служение обществу. Сейчас участники движения «Серебряное волонтерство» в Нинецком округе находятся в поиске идей, как и чем помогать обществу. Одна из них – принять участие в экологических акциях, субботниках, мероприятиях по озеленению, к которым относятся посадка цветов и деревьев. В районе аэропорта по генеральному плану города выделена большая территория под питомник. Город надо засаживать, и то, что мы выдергиваем из леса небольшие растения, потом их пытаемся укоренить, они не выживут, это скажут все биологи. Выживет только то растение, которое привыкло жить в одиночку в некотором расстоянии. Это то требование, которое соблюдают питомники. Только дерево, которое может жить без покрова других деревьев, оно выживет на городском газоне. Все остальное мы и там убили, и сюда не привили. По итогам мероприятия участниками круглого стола была принята резолюция, которую планируется направить всем заинтересованным лицам. Александра Литкова, Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север.